Представим, что в мае 2015 года два человека решили, как они сберегут накопление. Но выбрали совершенно разные стратегии. Один решил открыть рублевый вклад в банке и каждый год в мае, если деньги ему не понадобятся, перезаключать договор с банком на новых условиях. Второй не доверяет банкам и не хочет кому-то отдавать свои деньги. Он обменял рубли на доллары и спрятал их в сейф, пианино, под подушку. Неважно, прошло пять лет. Давайте оценим, чья стратегия оказалась лучше. Собираем данные для таблицы, записываем курс доллара в мае 2015 года и до 2020. А сайт ЦБРФ даст информацию о базовом уровне доходности банковских вкладов в мае каждого года. Также мы возьмем данные об инфляции. Только мы возьмем наблюдаемую инфляцию, ту, что видят люди. Эти данные есть на сайте Фонда общественное мнение и на сайте ЦБ. Теперь сравним, кто же из двух людей получил больший доход в рублях и сохранил деньги от обесценивания. В мае 2015 года каждый инвестор вложил 100 тысяч рублей. Один просто держал доллары, а второй получал из банка деньги плюс проценты и инвестировал общую сумму дальше. К маю 2020 года капитал одного составил 162 тысячи рублей, а второй мог обменять доллары на 147 тысяч рублей. Последние строчки показывают, что за это время деньги обесценились сильнее, чем доходность обоих инвесторов. Согласно моим расчетам, выбор банковского вклада оказался лучше варианта с долларами в подушке. Но было ли это очевидно в 2015 году, в это сложное время? Возможно, человек, который сознательно пошел в наличные доллары, захотел уйти от многих рисков. То есть ушел в мировую валюту от рисков сырьевой экономики, рисков банковского сектора развивающейся страны. И, наверное, он спокойно спал все эти пять лет, и это помогло сберечь ему нервы и как-то, наверное, продуктивнее работать, счастливее жить. В любом случае инфляция настигла обоих, и мы можем сделать вывод, что если мы хотим сберечь наши деньги от обесценивания, надо, чтобы они где-то работали. Но тогда мы принимаем на себя риски. Вот так вот. Это был Николай Помещенко, проект «Мир в экономике». Смотрите другие видео, комментируйте. До встречи!